Всем здравствуйте! С вами Ирина. Вы снова на канале Деревенские Посиделки. Сегодня я вам хочу рассказать об одной из очень лекарственных трав, травочек, которая известна в основном всем как приправа ароматическая, но оказывается это еще и замечательное лекарственное растение. Речь пойдет, как вы уже догадались, о базилике. Это многолетнее растение полукустарник высотой 45-80 сантиметров. Все прекрасно знают, особенно садоводы и огородники, как выглядит это растение. Вот здесь вот на различных пакетиках можно посмотреть, что разнообразие базилика великое множество. В прошлом году я выращивала очень много базилика, поскольку лето было очень жаркое, и очень хорошо взошли все семена. Вот я вам показываю, какие сорта я в том году сажала. Аромат, особенно вот у лимонных долек, просто волшебный. Такого аромата я не ощущала, нет одного растения никогда. Прекрасный лимонно-мятный аромат. И вот сейчас речь пойдет как раз о мятолистных базиликах, вот о таких зелененьких. Хотя свойства у них у всех есть лечебные, у фиолетовых и у других. Вот, например, вот такой вот базилик овощной на следующий год я закупила, буду сажать. Но особым, значит, таким вот ароматическими и эфирными маслами обладают, ароматическими великолепными свойствами и эфирными маслами обладают именно металлистные базилики. То есть они по своей структуре, листик похож на мяту, аромат тоже чем-то напоминает мяту, но это, к счастью, не мята, это немножко другое растение. Значит, как используется базилик в лечебных целях? Ну, во-первых, цветет он с июля до сентября, вот в этом году у нас, к сожалению, октябрь был холодный, так бы он еще рос бы, но пошли холодные утренники, я бы в октябре весь срезала и засушила. Да, кстати, очень хорошо базилик используется в засушенном виде. В лечебных целях его заготавливают только вот верхние растения, корешки не используются. Уборка урожая для получения эфирного масла производится в фазе начала созревания семян, то есть не тогда, когда растение молодое, в отличие от других лекарственных трав, а тогда, когда уже на верхушечке образуются семена. Именно в этот период самое большое количество различных эфирных масел. Траву нужно срезать на высоте 8-10 сантиметров от поверхности до наступления осенних заморозков. Их, естественно, подвергают эти растения сушке, то, что я тоже как и делаю дома каждый год. Значит, крупные созревшие семена нужно отсеять от листиков. В основном используются листья, естественно. Сырье высушенное хранится в сухом закрытом месте. И что самое ценное в этом растении, это именно эфирные масла. Перегонку эфирного масла производят с помощью водяного пара, как из сухого сырья, так и из сырой массы растений. Что же содержит базилик? Послушайте, какой же богатейший состав. Во-первых, содержание эфирного масла в растении зависит от условий выращивания. Конечно же, это зависит от того, какое было лето, какой климат и так далее. Но вот этих масел колеблется содержание от 3,5 до 5%. В листьях это 6%, в соцветиях это 3,5% и в стеблях до 0,3%. То есть, смотрите, самым ценным являются листья, как я уже говорила. Основным компонентом эфирного масла является камфора. Известный лечебный препарат, который хорошо растворяется в спиртах, углеводородах, эфирах и кислотах. В воде, к сожалению, она растворяется очень плохо. Масло камфоры содержит в себе дилентин, терпенолен, кремен, лимонен, сабинен, камфен, эвенгол, бизоболен, бензойный альдегид и секви, терпеновые спирты. Значит, чем же обладают препараты из базилика? Ну, естественно, из него можно готовить отвары, настой, даже добавлять в чай. Действие, конечно же, тоже будет ощущаться. Препараты базилика обладают, во-первых, противосудорожным, антисептическим, спазмолитическим, противовоспалительным и болеутоляющим действиями. Посмотрите, какой широкий спектр применения. Они усиливают секрецию пищеварительных желез, способствуют увеличению молока при кормлении детей материнским молоком. Применение камфоры основано на ее способности возбуждать центральную нервную систему, особенно центры продолговатого мозга, усиливать деятельность сердца. Особенно для тех людей, у кого есть проблемы с нервной системой, с сердечной деятельностью, вот эта травка просто незаменима. Как их применяют в медицине. Потом я позже остановлюсь, как готовить настой. Это очень все легко. В конце видео я вам озвучу и покажу рецептик. Препараты базилика применяют внутрь, при эпилепсии, судорогах, мигрени, хроническом гастрите с секреторной недостаточностью, хроническом колите. Нужно при экземе наружно настой прикладывают на ткань. В дерматитах, угрях, катаральной ангине, гингивитах, стоматитах очень хорошо полоскать горлышко, особенно детям, отварами и настойами базилика, когда оно немножко воспалено. Или, например, ангина. Он обладает очень хорошим на себе проверенным антибактериальным свойством. В медицинской практике камфора применяется внутрь и даже в виде инъекций, при ослаблении сердечной деятельности, при асфиксии, при отравлении наркотическими и снотворными средствами. В больших дозах применяется для судорожной терапии, даже при лечении шизофрении. Камфора малотоксична. Ну, понятно, это растительный препарат, и он, конечно же, вреда организму никакого не приносит. Местное оказывает раздражающее действие, в связи с чем используется в виде мази и в тирании, при невритах и ревматизме. Из базилика делают обливания при ожогах. Вы посмотрите, какой широкий спектр применения. Он очень полезен при воспалениях во рту, улучшает кровообращение мозга. Отвар с уксусом и большим количеством поваренной соли рекомендуют для полоскания рта, при зубной боли. А сок из свежих листьев базилика при гнойном воспалении среднего уха. Вот ничего себе, даже отит можно им лечить. В народной медицине базилик применяется при ревматизме, головной боли, рвоте, аминореи. Слизистый настой из семян прикладывают в виде компрессов при воспалении глаз и трещинах на коже. Наружно применяют в виде компрессов из настоя при труднозаживающих ранках и при экземе. Ну, а теперь как готовится настой? Ничего сложного в этом нет. А стаканом кипятка, сейчас вам даже покажу рецептик, вы себе можете видео остановить и прочитать. Вот фокусируется, читать не буду. Вот посмотрите, как готовится настой. Вся информация у меня взята не из моей головы, это не фантазии. Это замечательно вот такой вот цветной травник мазневый. Я очень люблю это издание, потому что он с цветными иллюстрациями и великолепна здесь информация. Поэтому смело используйте вот эту травку. Самое главное, что ее можно вырастить в огороде без особых проблем. Если у вас холодный климат, вот обычно я его выращиваю в теплице. Но вот в прошлом году, поняв, что лето будет очень жарко, и по прогнозам и в июне это уже было видно, я высеивала его в открытый грунт. Живем мы на 370 километров от Москвы. И прекрасно все это произрастало. Очень замечательное растение. В сушеном виде мы его используем. Мы в блюда добавляем. Я даже чай с ним пью. Очень замечательная травка. Поэтому всем рекомендую. Не забудьте еще также подписаться на наш канал, поставить лайк, написать комментарий. Всем пока-пока.